Родители, практикующие эмоциональное воспитание, руководят эмоциональной жизнью своих детей, пишет в своей книге Джон Готман. Таким образом, они выходят за рамки выбора ограничить или принять неподобающее поведение ребенка, а учат принимать свои чувства, находить выходы и решать свои проблемы. Психолог считает, что хорошее воспитание начинается в сердце и продолжается в те моменты, когда дети переживают самые сильные эмоции, расстраиваются, злятся и испытывают страх. И потому советуют отделять запреты на плохое поведение от запретов на негативные эмоции. Любые чувства и желания ребенка являются приемлемыми. Неприемлемой может быть только форма их выражения, поэтому родители должны устанавливать ограничения на поведение, а не на эмоции или желания. Я понимаю, ты злишься, но бить при этом кого-то нельзя. Давай найдем другой способ выплеснуть твой гнев. Такие фразы выполняют сразу несколько задач. Во-первых, помогают ребенку понять, как называется то, что он испытывает. Во-вторых, таким образом родитель устанавливает ограничения на неподобающее поведение. В-третьих, это дает малышу понять, что родитель на его стороне понимает его чувства и не ругает за них. Ведь эмоции мы испытываем автоматически. Ни взрослый, ни ребенок не может контролировать то, что чувствует, а лишь свои реакции. И если человек ругают за то, что он не в силах изменить, то он думает, что это он плохой, а не его поведение. Что его не за что любить и со временем привыкает к этой мысли. Чтобы выяснить, какие эмоции лежали в основе поступка, лучше не задавать вопрос, почему ты это сделал. Он звучит как обвинение или критика, и ребенок скорее уйдет в оборону, чем даст вам полезную информацию. Вместо этого заинтересовано спросите у ребенка, как он себя чувствовал, когда совершал свой поступок. Итак, в помощь родителям Годман предлагает пять шагов, благодаря которым можно установить эмоциональный контакт с ребенком в критический момент. Для начала распознать эмоцию ребенка, затем мысленно отнестись к ней как к возможности для сближения и обучения, затем сочувственно выслушать ребенка и подтвердить, что его чувства обоснованы, потом помочь ему правильно назвать свои эмоции и в конце обозначить границы допустимого поведения, одновременно помогая найти выход из ситуации. Это только то, что касается конфликтных ситуаций, ведь эмоциональное воспитание значит не только научить ребенка вести себя правильно, это еще такое повседневное поведение взрослых, при котором сохраняется здоровая самооценка ребенка. Об этом поговорим уже в следующем выпуске.